Здравствуйте! В эфире Большая область. Программа о том, что нас связывает помимо огромной территории. В студии Андрей Жилин. Сегодня выпуски. Где ребенок, неизвестно. Но опека говорит, что все по закону. В Сургуте биологический отец забрал у опекунов ребенка, от которого вместе с женой отказался 6 лет назад. Кто и как воспитывает женщин, сидящих за убийство? Репортаж из СИЗО-4 в Тюменском районе. Почему рога косули почти не используют? И чем бивень якутского мамонта отличается от бивня тюменского? Тобольские касторезы открывают секреты мастерства. Привыкли руки к топорам. На Ямале спортсмены северного многоборья легко забрасывают топор за 200-метровую отметку. Рекорд 315 метров. Рекорд 315 метров. И передать папе. Разговору на повышенных тонах в сургутской службе опеки и попечительства предшествовал и вовсе вопиющий случай. Семилетнего Витю из машины Сергея, которого мальчик называет папой, на глазах братьев выволок неизвестный мужчина. О том, куда отвезли ребенка, специалист опеки сообщила семье только на следующие сутки. Ей сказали, что да, он находится в одиночной комнате с решетками на окнах, на дверях, плачет. Конечно, он будет плакать. Он привык с нами. Он орал там. Он с нами привык. Он постоянно. Он никогда, чтобы вот один он где-то, нет. Он либо в садике, либо со мной, либо с мамой. Все. Сергей и Светлана – приемные родители Вити. С 26 мая сына они не видели. В сургутской больнице им сказали, что ребенка забрали. Но кто и куда? Возможно, в Ставропольский край. Мальчик оттуда родом. Там же проживает биологический отец малыша. В 2016 вместе с биологической мамой написали отказ от ребенка и больше о себе не напоминали. Вите тогда было пять дней. Родился он с двусторонней пневмонией и синдромом Дауна. Они забрали ребенка из Ставропольского детского дома весной 2020 года. На тот момент супруги уже воспитывали троих приемных детей. Летом прошлого года супруги решили стать для Вити не просто приемной семьей, а полноценными родителями. Чтобы усыновить ребенка, необходимо лишить биологических маму и папу родительских прав. Это полномочия суда. Сургутский городской суд требования опекунов удовлетворил частично. Маму прав лишили, а отца нет. Но обязали выплачивать алименты до совершеннолетия сына. Мужчина подал встречный иск о том, чтобы забрать ребенка себе. По всей видимости, это и стало основанием для изъятия ребенка из приемной семьи. Мы с Сергеем Евгеньевичем решили бороться за Витю до конца. Просто я знаю очень много случаев, когда биологические родители забирают детей, особенно инвалидов, пользуются всеми льготами, получают квартиры и так далее. А дети находятся в доме инвалидов. К сожалению, по словам экспертов, подобные семейные драмы – не редкость. Биологические родители, не лишенные родительских прав, практически в любой момент могут забрать детей обратно. И в отличие от приемных семей, условия проживания в которых проверяют каждые полгода, родных мам и пап надзорные органы стараются не беспокоить своим вниманием. Теперь подойдем к семейным проблемам с другого бока. По данным службы судебных приставов, в прошлом году средняя сумма долга по алиментам в России составила 146 200 рублей. Часть из них приходится и на нерадивых родителей в Большой области. В том же Лангипасе зарегистрировано около 300 злостных неплательщиков алиментов. Общая сумма долга – более 70 миллионов рублей. Судебные приставы намерены взыскать каждый рубль и с этой целью регулярно проводят профилактические беседы с нарушителями законодательства. В один такой обход с ними отправился и корреспондент телекомпании Лангипас Валерия Ружицкая. В Лангипасе зарегистрировано около 300 злостных неплательщиков алиментов. Общая сумма долга – более 70 миллионов рублей. Судебные приставы намерены взыскать каждый рубль и с этой целью регулярно проводят профилактические беседы с нарушителями законодательства. Уплата алиментов является одной из основных обязанностей граждан, у которых имеется данное обязательство. С момента возбуждения исполнительного производства должник обязан сообщить о своих доходах, с которых будет производиться удержание алиментов. Также осуществляется обращение взыскания на денежные средства должника, иное имущество. Должник ограничивается в выезде и из Российской Федерации ограничивается в пользовании специальных прав. В случае злостного уклонения от уплаты алиментов в отношении должника осуществляется применение меры административного воздействия, предусмотренное статьей 535 Кодекса об административных правонарушениях, и меры уголовного характера, предусмотренные статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответствии со статьей 535.1 Кодекса об административных правонарушениях, неуплата алиментов на содержание детей влечет наказание в виде обязательных работ, административного ареста, либо административного штрафа. Кроме того, привлечение к уголовной ответственности возможно, если должник ранее привлекался к административному наказанию и продолжает избегать оплаты. Отмечу, с начала года порядка 200 должников из Лангипаса не смогут выехать на отдых за границу. Они учат жить по-новому. На этой неделе воспитатели исправительных учреждений отметили профессиональный праздник. Это люди, которым осужденные могут доверить самое сокровенное. От личных переживаний до оформления документов для освобождения. В регионе таких сотрудников 90. Об их роли в жизни тех, кто оступился, без лишних слов в материале Тюменской службы новостей. Сейчас я работаю поваром-кондитером, так как я выпекаю хлеб. Если я не напеку определенную норму хлеба, то получается, что спецконгендентка останется голодной. Мы же не можем оставить спецконгендент голодным. Мы должны накормить всех. В 2018 году я попала в СИЗО-4, так как я совершила преступление. А преступление совершила против личности. То есть это 105-я статья, честь 1-я. Я убила человека. Он, получается, мой был гражданский муж. Мы с ним жили вместе. Первый раз, когда он на меня поднял руку, я от него, естественно, ушла. Долго просил прощения, но я простила. Это была моя большая ошибка. Срок мне дали на тот момент, мне дали 7 лет и 10 дней. Теперь какой вы человек? Совершенно другой, благодаря нашему воспитателю. Работаем, соблюдаем форму одежды, субординацию. Все все помнят. Живем по правилам, соблюдаем правила внутреннего распорядка, строительного учреждения. Не убегаем. Я в должности состою с марта 2022 года, поэтому они осторожно отнеслись ко мне, пытались изучить меня, но прошло уже время, и они действительно уже открыты. Они видят мою заинтересованность в их судьбах, как у них обстоят дела в семьях, уровень образования. Она хороший очень человек, она всегда поможет в любой ситуации. Какая бы ситуация ни была, решаема, нерешаема, но как-то она все равно подскажет, что она по-теплому, по-простому идет человеку. Это все, Ира, твои идеи ты воплощаешь. Я направляю, воплощаю в жизни их идеи. То есть они мне говорят, что хотят, а я, конечно, пользуюсь интернетом, потому что без него сейчас никуда. И мы стараемся, поэтому девчонки молодцы. Большое спасибо. Я очень бы хотела ей сказать, конечно, когда еще буду освобождаться, многое зависит непосредственно от воспитателя. Все наши документы делает непосредственно воспитатель. Нет воспитателя, и нашими документами практически заняться некому. Наш воспитатель уходит, и мы оказываемся непрошенными, никому не нужными. Наставление на ведение законопослушного образа жизни. Это главная наша цель, чтобы, конечно, девочки, женщины, отбывающие наказание в деле лишения свободы, никогда не вернулись. В эти места. Хочешь, чтобы было красиво, не жди милости от природы, а сделай все сам. Жители одного из микрорайонов в городе Губкинском посадили цветы на своих придомовых территориях. Ну, казалось бы, мелочь. Но не забываем, что дело происходит на Ямале. А там, ввиду сурового климата, отношение к хрупкой цветочной красоте совершенно особое. Подробности в сюжете корреспондента телекомпании «Вектор» Валерия Усманова. Лето – традиционная пора благоустройства. Не только для муниципальных служб, но и горожан, которые не прочь во дворе своего дома создать красоту собственными руками. Так в 14-м микрорайоне у дома номер 2 уже появились клумбы. И многие этому рады. Так двор играет яркими красками и делается уютнее. Наш двор очень красивый, благоустроенный, соседи дружные. Татьяна занимается цветочками. Она их высаживает сначала рассаду, потом все это выносит на улицу, ухаживает, поливает. Настоящим примером для всего микрорайона служит двор дома номер 8. Здесь местная жительница Людмила Вовшко вырастила настоящий оазис. На месте бывшего пустыря она разбила клумбы и посадила огород, благодаря чему двор выглядит красиво и ухоженно. Ее соседка и подруга Екатерина Абдрахманова тоже принимает активное участие в создании «Зеленого уголка». Мы это для себя делаем. И нам так приятно, когда проходят люди, просто заходят. У нас, я же говорю, вот это видеокамеры. И мы иногда смотрим, в окошко иногда выглядываем. Вот зайдут просто пофотографируют. А просто сядут, посидят. Сядут, посидят, по телефону поговорят. Встали и пошли. И очень приятно. Чтобы красиво было с подъездом идти. И, во-первых, ты физически... Я тоже на пенсии, работающий пенсионер. Физически работает для нас очень хорошо. Мне кажется, это замечательная традиция. Я вот сегодня предлагала организовывать сюда экскурсии для тех, кто действительно хочет посмотреть, как можно организовать пространство возле своего дома. Сделать это на самом деле несложно. На достаточно идеи, желания, команды небольшой, соседи, и все получится. А результат впечатляет. Нам, северянам, просто не хватает порой вот этого тепла, зелени. Портпроект жителей МКД призван предметно помогать и решать проблемы жителей многоквартирных домов. Помимо этого, он объединяет активных горожан в стремлении сделать свои дома лучше. Валерий Усманов, Данила Индюков. Новости Губкинского. Это Большая область. Мы продолжаем. И вот, что вы увидите далее. Почему рога косули почти не используют и чем бивень якутского мамонта отличается от бивня тюменского? Тобольские косторезы открывают секреты мастерства. Привыкли руки к топорам. На Ямале спортсмены северного многоборья легко забрасывают топор за 200-метровую отметку. Рекорд – 315 метров. Аномальные жара и грозы, пришедшие в Югру еще в первых числах лета, ушли. Но, тем не менее, по-прежнему сохраняется опасность возникновения ландшафтных пожаров. Тушить возгорание, леса и сухой травы приходится довольно часто. Хотя тут скорее уже действует человеческий фактор. Насколько защищены сегодня населенные пункты Сургутского района и кто помогает специалистам в этом непростом деле? В сюжете корреспондента телекомпании «Сургутинформ-ТВ» Сергей Азотова. Тушим лесные пожары. Бравые деревенские парни уже, которые летоподряд не дают огню, близко подобраться к населенному пункту. В Сайгате нас создали бригаду пожарных добровольцев. Только в этом году молодые люди трижды помогали сотрудникам МЧС тушить возгорание в лесных массивах. У нас есть мотопомпа, рукава, прицеп с мотопомпой. В пожарной части, в машине у нас находятся вот такие ранцы. Это для ручного тушения. То есть у него набирается вода и тушится пожар. Это если пожар у нас распространение, огня идет по земле получается. То есть работают вот такими ранцами. За последние четыре дня было три возгорания. Это лесного массива и сухой травы. Но в первую очередь это, как бы, можно сказать, халатность людей. Помощь пожарных добровольцев сложно переоценить, говорят специалисты. Люди выходят на борьбу с огнем в поселках, на дачах. Собираются в целые бригады по 30-40 человек. Пожары возникают, но хочу сказать, благодаря оперативным действиям, авиолесоохране, лесничеству, пожарных гарнизонов, центроспасу и горе. Добровольцы, молодцы, обращаюсь еще раз к населению Сургутского района. В случае необходимости прошу оказать содействие, конечно, не в тушении пожара, а именно в оказании помощи подноса воды, ранцевых огнетушителей, лопат. Но не только на силу специалистов различных ведомств и добровольцев рассчитывают в Сургутском районе. Несколько лет назад все населенные пункты в муниципалитете перевели в статус подверженных пожарной опасности. В связи с этим, начиная с весны, во всех поселках создают так называемые минерализованные полосы, способные остановить распространение огня. Эта работа проводится начиная с апреля месяца. То есть до конца июня у нас во всех поселениях будет завершена эта работа. Почему до конца июня, а не до конца мая? Потому что есть территории, где до сих пор еще стоит вода. И, соответственно, туда заехать транспорт не может. Также хочу сказать, что проведена большая работа по оснащению безводных мест в населенных пунктах пожарными водоемами. Исходя из того, что львиная доля пожаров возникает по вине человека, в районе уделяется особое внимание профилактической работе. С этого года усилены меры надзорной деятельности. В рейдах принимают участие представители администрации, МЧС, регионального профильного департамента. Увеличены и штрафы для населения. Санкции составляют от 10 до 20 тысяч рублей. Продолжает действовать запрет на посещение лесов, в том числе на охоту и рыбалку. Нельзя даже жарить шашлыки на даче. С начала летнего сезона уже свыше десятка жителей района понесли ответственность за несоблюдение правил особого противопожарного режима. А так как специалисты прогнозируют сухое лето, а уровень воды в реках низки, рассчитывать на скорейшее послабление запретных мер вряд ли стоит. Ремонт в квартире, новенький интерьер, перепланировка. Это радует только владельцев жилья. Соседи зачастую страдают от обновлений и преобразований. Причем речь сейчас не про звук перфоратора за стенкой квартиры в круглосуточном режиме, а об отходах производства. Избавляются от него по-разному. Кто-то заваливает контейнеры, не предназначенные для подобного мусора, кто-то вывозит в лес. Есть, конечно, и дисциплинированные граждане. Но кто же в общем отвечает за утилизацию строительного мусора, расскажет корреспондент новой ренгой в критере радиокомпании «Сигма» Вера Потлова. Часто городские пейзажи портят кучи строительного мусора. В редакцию «Сигма» регулярно присылают фото и видео, как кто-то насвинячил в тундре или прямо у подъездов. Огромными кусками штукатурка, линолеум, старый паркет, обои. Владелец квартиры навел красоту в своем жилье, а о красоте города не побеспокоился. Что это, отсутствие воспитания или незнание закона, значения не имеет. Ни то, ни другое не является оправданием. По изменившемуся законодательству, с 2019 года Новый Ренгой вошел в зону ответственности регионального оператора «Общества инновационной технологии», которое обеспечивает обращение с твердыми коммунальными отходами и крупногабаритным мусором. Это техника и мебель. В наших платежках отражены суммы именно за их вывоз. Строительный мусор – это другая категория. За него плата с горожан не взимается на постоянной основе. В жилых помещениях при реконструкции, перепланировке, если получено, конечно, согласование управления архитектурой на это, еще каких-то строительных работ, штукатурку снимаем, пол снимаем и так далее, потолок чистим – это все относится к строительным отходам. И образователь этих отходов должен позаботиться об их вывозе и сдаче на 16-й карьер. Полигоном по захоронению строительных отходов и крупногабаритного мусора заведует экотехнология. Там нам рассказали, как правильно утилизировать отходы после ремонта в квартире. В сегодняшний день у нас в основном юрлицы, мы работаем с юрлицами. Частники приезжают, они приехали, взвесились, подходят к контролеру, контролер их записывает, потому что автоматически вышел номер машины, выгружается, заезжает, пустым взвешивается и нет, идет, оплачивает. Касса стоит здесь. И для организаций, и для населения тариф один – 980 рублей за тонну. Согласитесь, невысокая плата за возможность наблюдать чистый город. Доставить строительный мусор на полигон можно своими силами, если имеется подходящий транспорт. Можно нанять технику по объявлению, но наименее трудозатратным способом избавления от строительного хлама будет обращение в управляющую компанию. Там помогут и с машиной, и с погрузкой-выгрузкой. Сейчас подъезжайте под шлопом, я проверю вас, хорошо? Хорошо. Запрещенного ничего нету? Нету. Бочки, колеса, пищевые, ничего? Нету, нету. Подъезжайте, когда я пошла на полигон. Дальше мусор сортируют и отправляют на заводы по переработке. Что-то повторно используют на месте. Например, бетонные плиты и столбы дробят специальной техникой и полученные массы укрепляют откосы полигона. Тобольская резная кость будет изучена экспертами для внесения в реестр объектов нематериального культурного наследия. Для этого создан специальный проект. Он также предполагает и интерактивные экскурсии по косторезной фабрике для школьников. Подробности у корреспондента телекомпании «Тобольское время» Шамиля Гулиева. Это робкоцули. А в небольшом количестве мы его используем, потому что он очень пористый внутри. Изделия из Тобольской резной кости дети и подростки изучают наглядно. Воспитанники школы искусств узнают все о работе мастеров косторезной фабрики. Как правильно пользоваться инструментами и какие образы можно создать из уникального материала. Очень красивые фигуры из костей, из множества материалов. Потому что этих фигур, такое чувство, как будто больше нет. Они очень красивые, их невозможно повторить. Каждая фигура ручной работы. Гости мамонтов бивни, то есть они в Тобольске более такого коричневого цвета, а в Якутии они более белого цвета. Такая интерактивная экскурсия по косторезной фабрике. Часть проекта «Наше наследие. Народные художественные промыслы Тюменской области». Это научно-исследовательский и просветительский проект. Он направлен на сохранение и популяризацию нематериального культурного наследия региона. Искусствоведам и экспертам предстоит обобщить историю промысла и технологические процессы. «Самое главное – это показать то, что является нематериальным наследием, то, что передается из рук в руки, вот это вот секреты мастерства, вот воссоздать технологическую цепочку, как рождается вот это уникальное явление Тобольская резная кость». Все это реализуется в рамках регионального проекта «Творческие люди», национального проекта «Культура». Исследована будет не только Тобольская резная кость, но и Тюменский махровый ковер. «Подготовим заявки как раз по двум объектам нематериального культурного наследия Тюменской области. Подадим их в региональный экспертный совет. И затем мы очень надеемся, что региональный экспертный совет примет эти объекты. И затем наша цель – подать в федеральный реестр нематериального культурного наследия России». Презентация двух промыслов состоится в сентябре на едином дне нематериального культурного наследия. Шамиль Гулиев, Михаил Куричко, Тобольское время. На этой неделе губернатор Тюменской области Александр Муор побывал в Ханты-Мансийске. Вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой он принял участие в церемонии вручения паспортов югорчанам, которым исполнилось 14 лет. Кроме того, глава региона встретился и с тюменской делегацией, которая принимает участие в фестивале «Студенческая весна». Александр Муор пожелал удачи землякам. Напомню, фестиваль стартовал 11 июня и шел до 17. В нем приняли участие 2000 человек со всей страны. У вас хороший шанс победить, но я вам, как спортсмен в прошлом, говорю, не думайте о победе, не думайте о результате. Надо выйти на сцену просто и кайфануть. Просто получить максимум удовольствия от того, что вы умеете делать. Удачи, успехов. Вы молодцы. Одна хорошая команда, большая, сплоченная. Сегодня на сцене будете просто командой Тюменской области. Успехов, ребята! А вы знаете, что существует Международный день метания топора? Да, есть и такой праздник. Он отмечается в середине июня. Существует даже Федерация метания ножей и топоров. Эта дисциплина входит в Северное Многоборье. Российский рекорд метания – 315 метров 15 сантиметров. Какие требования к самим топорам? Зачем на тренировки нужны резиновые сапоги? Узнала корреспондент телеканала «Ямал» Мария Савельева. Сегодня отмечается Международный день метания топора. Об этом празднике не знали даже спортсмены. Хотя сама дисциплина на «Ямале» популярная. Метание топора на дальность входит в Северное Многоборье. Нам стало интересно, где и как проходят их тренировки. А потом бег в резиновых сапогах по тундре. А дистанция зависит от дальности полета топора. Филипп Тайбери – постоянный участник соревнований разного масштаба. Например, на вторых всероссийских арктических играх метание топора завоевал бронзов. Поэтому бегать за результатом не надоедает. Например, есть цель – защитить 200-250 метров. На тренировке берут по несколько топоров, чтобы не искать их после каждого брыска. Много в этом спорте зависит не только от техники метателя, но и самого инвентаря. А еще рукоятку стараются делать из березы, чтобы была крепче. Денис Лангортов сейчас тренер, а в прошлом сам занимался спортом. Говорит, теперь, хоть метание топора и набирает популярность, но с перевозкой инвентаря все чаще возникают проблемы. Сдавали как опасный груз по-разному. Иногда сумки заворачиваем, сложим. Лучше самое милое дело – это в сумку дорожную побольше. Туда положил, замотал – все. Никаких проблем. Но спрашиваю, всегда спрашиваю. Что у вас? Что такое? Соревновательный сезон начинается в октябре и продлится до апреля. А летом спортсмены обычно отдыхают. Поэтому на тихую охоту можно будет выходить без страха познакомиться с метателями. Мария Саверева, Александр Хиля. Программа «Время» и «Мало Салихард». Такую видела картину жизни в регионе творческая группа программы «Большая область». В студии был Андрей Жилин. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин